Сейчас у нас будет клиентка. Какая же у нас клиентка сейчас будет? Значит, была 31 июля, сегодня у нас 13 сентября. Это какое-то безобразие, почему они так все перенашивают, я прям ругаюсь. Потому что у меня клиенты через один, как не больше, идут вот с переносками. Естественно, они мне приносят все поломанное, разгромленное. И я ощущаю свою какую-то вину. Так что вот, поимейте в виду, если у нее будет все потрескавшиеся и сколы, то причина может быть в том, что она носила дольше, чем положено. Но это зато будет хорошая проверка для базы Адрикоко. И потом американская база. Что мы будем делать-то? Сегодня послаловаться. Так. Что такие? Только сразу не так, а по периметру. Полностью весь нос? Нет, просто вот так, полосочкой. А, вдоль носа. По периметру это... Ну, вам втирку на синем фоне лежит. Ну, да. Так это черный или синий? Синий. Что-то у меня такого синего-то и нет. Это... Неужели... Сейчас мне... Она синий-фиолетовая. Она не будет отличаться, нет? Так. Ну, она... У меня все равно, один в один... Ну, это понятно, что это получится. Она какая-то синя-фиолетовая такая. Прямо именно синий. Такой миленький. Вы, по-моему, всегда готовы заранее скидывайте, чтобы... Потому что, может, чего-то и не быть такого. Хотя вот так. Серый. Серый тоже. Ну, а блестящий, допустим, мой отец. Сейчас я серый посмотрю, какие у меня тут оттенки. Потому что серых их же 50 оттенков, блин, да. Их очень много всяких. Ну, черный с белыми, если только смешать сразу, тогда быть севым. А на белый пудру, да? Угу. Испачкается сразу. На белый цвет, если пудру нанести, вы будете всегда грязно. А не знаете об этом? Нет, я это сделаю. Я просто предупреждала. Да у меня уже было, как бы, я ходила перед 8 марта, это как я... А у меня, конечно, уже был не такой белый. Я и говорю, на фотографии сфоткайте. Давайте тогда вот не белый, а вот так. Ой. А что-то у вас полтора месяца. Вы так долго-то не ходите, а то... Да я уже, мне уже мешала, у меня никак не получается. У меня а то можно работать, то это... А то малую, не с кем оставить. Поэтому я уже... А то еще хорошо, что ничего не отвалилась. У меня так полтора месяца, это не все выдерживают. Блин, мне длину жалко, не могу. Он не спиливает, что ли? Нет, надо. Всем привет! Сейчас стала монтировать это видео и поняла, что я бы к такому мастеру не пошла на месте этой клиентки. Потому что конкретно этой клиентке я постоянно выношу мозг. То у меня этого цвета нет, то у меня этого материала нет, то у меня втирки подходящие нет. Что очень странно, потому что у меня много всего есть. Но по запросам этой клиентки у меня вдруг оказывается, что ничего нет. И это действительно странно, ведь я делаю это не специально. И лишь во время монтажа я поняла, что у меня это выходит всегда на одном и том же человеке. Вот на этой клиентке. Но спасибо ей за терпение. И она мне даже привела еще одного клиента. Поэтому, наверное, не все так плохо. Продолжение следует... Так как предыдущее покрытие с американской базой продержалось полтора месяца, я решила повторить успех и нанести опять ее. Но для начала я тонкую подложку базы Фиора делаю, потому что она проверенная. А укрепление и выравнивание делаю вот этой базой с Вайлдберрис. Уже не помню, как она называется. По-моему, на ней написано Нью-Йорк. Мне ее подарила маникюрная подружка. И действительно хорошая база. Цвет приятный, консистенция, кисточка удобная. Ну, а серый цвет мне пришлось намешивать, как всегда. Потому что у серого 50 оттенков. И попасть в нужный очень сложно. Кстати, вы смотрели фильм 50 оттенков серого? Я, по-моему, начала смотреть, но мне не особо понравилось. Много шумихи на ровном месте, так сказать. Вот этот белый цвет имеет сиреневый оттенок. Поэтому на официальном сайте Фиора на него скидка. Это 189 номер. Но скажу вам по секрету, что на руках он смотрится именно белым. Если клиенту не сказать, что там сиреневый оттенок, то клиент и не поймет. Втирку втираю в топ Фиора. И чтобы ее закрепить, я пилкой прохожусь по торцу. Конечно, пыль убираю кисточкой. И покрашку прохожусь праймером. Слегка его высушиваю и покрываю одним слоем топа. Я не очень сначала доверяла этому способу. Но праймер прекрасно держит оборону на торце. И втирка проносилась без сколов. Вы можете это посмотреть во второй части видео. Средний пальчик я покрыла тоже топом без липкого слоя от Фиора. И сыплю смесь акриловая пудра с автиркой. Советую вам запастись такой смесью, потому что к Новому году она пойдет на ура. Не так навязчиво цепляется, как блестки. Поэтому отличный способ сделать вот такие сверкающие дизайны. Если честно, я ничего не надумала. Но я хочу красный какой-нибудь, не знаю, или с черным что-нибудь. Знаете, вот так. Только вот так же, только на черном, белой такой вот полоской. Все вот эти с полоской и на черном полоской? Ну да. На нем белый, нет. Еще сделаю, допустим, вот этот вот черный, но белый полоску. За много черный? Два ногтя черных? Да? Да, черный и белый полоска. И этот черный, и этот черный. Да, и белый. А эти вот как на полоске. Да, эти как есть. Ну и большие, так соответственно. И длину тоже убираем. Ну вот, вы, наверное, успели заметить то, что втирка на месте. И блестящий ноготочек, конечно, обтерся, но блеск на нем все равно сохраняется. И после спиливания материала я также не обнаружила ни сколов, ни трещин, что не может не радовать. И в этот раз я укрепляю ногти гелем Фиоро 11 номером, но сейчас его нет в наличии. Я сама жду с нетерпением, когда же он поступит, потому что мне этот гель нравится. Во-первых, он полупрозрачный, опаловый. Я думаю, такие гели уже никогда не выйдут из моды. Он хорошо выравнивается, не слишком жидкий, не затекает. Кроме того, если снять с него дисперсию, он будет блестеть до самой коррекции, как будто вы его топом покрыли. И некоторые ногти я решила затонировать базой, которую я вам показывала в начале. Смотрите продолжение в следующей серии. Черный цвет пытаюсь покрыть под кутикулу кистью из флакона. Я ее так расширшавливаю, чтобы она стала плоской и тоненькой, и отдельным волосочком. Пытаюсь сюда близко завести, но нет, мне результат не нравится. Поэтому я беру отдельную кисть и делаю ровную границу, чтобы она при отрастании выглядела именно ровно, а не рваным краем. Ну и здесь я начала выносить мозг, то ли себе, то ли клиенту, я уже не знаю. Я, конечно, про себя бубнила, и, наверное, клиенту это было видно. Кстати, поэтому я ношу маску для того, чтобы клиенты не видели выражение моего лица, или то, что я шлепаю губами недовольна. Потому что клиентка попросила полоски на все ногти, а я знаю, что вручную мне их будет сложно ровно нарисовать. Наклеивать наклейки я изначально не хотела, потому что они дают толщину, но после того, как я попробовала и так, и этак, все-таки остановилась на наклейках, на полосках. Но, кстати, и их тоже можно криво наклеить. А на черных ногтях таки пришлось мне вручную рисовать. И, конечно, результат меня расстроил. Да так расстроил, что я конечную фотосессию даже не стала делать на отдельном фоне. Прям вот на фоне вентилятора руки поставила, и в одной позе все засняла. Даже положение рук клиента не стала менять, потому что не была уверена, буду ли я вам показывать эту работу, так как полоски-то кривые в итоге получились. В общем, на этом мое видео заканчивается. Я вам желаю только белых полос творческого вдохновения. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok